Чаю Чаю Прийти на детскую площадку Очень важно первое время провести на ней с ребенком Сегодня мы в большей мере будем говорить о детках дошкольного возраста И примерно первый класс И если мы не будем правильно относиться к тому, насколько это сильный для него стресс То ребенок потом в взрослой своей жизни может бояться новых коллективов И чувствовать себя в них не уверенно Родители – это опора и надежность ребенка в маленьком возрасте Поэтому проведя первое время, первые минут 10-15 вместе с ребенком на детской площадке Качая его, играя с ним, знакомя его, может быть, даже с уже знакомым местом Мы даем ему эту уверенность Уверенность, что рядышком с ним есть мама или папа И они его надежная опора Причем, что давайте определимся Если мама или папа сидят в телефоне на лавочке Это не опора, это не надежность Это то чувство, когда взрослому до тебя не совсем есть дело Конечно, всем мы хотим прийти на детскую площадку, чтобы немножечко от детей отдохнуть И получить какую-то свободу действий В том числе и иногда посидеть в телефоне и просто повтыкать и расслабиться Но это лучше всего после 15-20 минут Когда ребенок уже на детской площадке освоится и укоренится Почувствует себя уверенность После этого вы свободны и ребенок наоборот Он будет уже социализироваться Он будет пытаться входить в контакт, в общение с другими детками Он будет пытаться найти себя на этой детской площадке И за счет того толчка уверенности, который он получит за первые 15-20 минут Рядышком с мамой или с папой У него это получится круто и классно Я сама очень сильный, ярый борец за самостоятельность деток Но нужно понимать вот эту тонкую грань Когда эта самостоятельность является здравой А когда самостоятельность – это перебор Вот первые 20 минут на детской площадке Я не зря уделяю этому так много внимания Это очень важно для ребенка Когда он входит в новые для себя обстоятельства Ему важно чувствовать поддержку И здесь мы уже не говорим о самостоятельности Потому что самостоятельность, она может только наложиться На что? На уверенность И если потом с возрастом уверенность не будет укрепляться То самостоятельность тоже не будет укрепляться Поэтому сначала мы даем ребенку уверенность Мама здесь, мама рядом Мама помогла освоить Даже если ребенок на детскую площадку забегает Просто врываясь в это движение Все равно идите за ним Побудьте с ним рядом Поговорите с ним Спросите, какой ему больше всего нравится домик Что ему больше всего здесь приятно Какие именно вещи он хотел бы сделать Вот моя аврорка просто тащится от качель Мы уже тут катаемся сколько? Минут 5-10 И она бы тут могла целый день кататься И для нее это просто кайф и удовольствие Но детки бывают очень разные И аскольд, например, совсем другой Ему бы поладить, побегать, попрыгать и побеситься Это тоже нужно учитывать Но в обоих случаях мама обязательно присутствует рядышком Вначале Первые 10-15 минут Ого, ты такой сильный Не, не сильный Молодец Ты на меня фисточка насыпал Так, ну молодец, молодец Теперь вот сюда становись Смотри, эту ручку сюда переставляй Холодно Ты не замерз? Не замерз Вот так, молодец Видишь? Ну, а теперь плашмя давай Умничка Мы столкнулись с первой трудностью Надо из нее выходить с высоко поднятой головой Ни в коем случае Момент, вот когда Какие-то такие сложности Не надо бросаться на помощь Надо дать уверенности Молодец Умничка, чуть-чуть осталось Давай, дотягивайся Молодец Умница Вот так Молодец Смотри, только аскольдик Ты не видишь проблему? Ты же дальше будешь головой вниз Давай разворачивайся попой, попой, попой сюда Мазу Мазу Давай, бери ручкой сюда обратно А теперь оборачивайся там И сюда попой спускайся Как? Как? Смотри Сюда ручки бери Сюда бери ручки Вот так Молодец Вторую ручку сюда Умничка У тебя классно получается Сюда ручку А теперь ножки сюда спускай Получается? Да Вот так А теперь бочком-бочком сюда иди Вот Молодец Слушай Да ты вообще шикарный Ну коленку Коленочку сюда Вот так Молодец А теперь ножками вниз Молодец Видите, ребенок находится постоянно в контакте со мной У него есть уверенность, что он преодолеет это Моя задача Рассказать ему, как это сделать так, чтобы он, не дай бог, не травмировался И поддерживать Вот как бы Вроде бы Задача родителей сложная Но на самом деле она вот настолько такая простая Рассказать, где правильный путь Печенье Печенье Лопим Лопим печенье Рассказать, где правильный путь Как это сделать Не-не, киська, не доставай мой звук А то ребята перестанут меня слышать Чтобы ребенок получил уверенность И получил понимание, как ему это сделать Все, не надо ничего дальше делать за него Он все сделает сам Причем прекрасно и успешно Сейчас это будет маленькая такая лестница и ступеньки А потом это будет сложный жизненный выбор И ребенок будет прислушиваться Когда родители будут ему что-то советовать по жизненному пути Потому что вот он слушал эти советы здесь и сейчас Ему никто не командовал Него никто не давил, не орал Ему просто Не орали на тебя? Ему просто рассказали, как это сделать И смотрите, он сам пошел это делать во второй раз И уже он чувствует уверенность в себе это сделать Почему? Потому что первый раз он прошел это вместе со мной Ты снова туда полез? Да ты что, молодец! И ты уже знаешь, как там нужно делать? Молодец! Вот она, самостоятельность Он сделал это сам Благодаря Аскольдику Я не подговаривала, честное слово Мы с вами только что посмотрели Вот такой конкретный яркий пример движения Беги к бабушке, беги к Аврорке Мы посмотрели конкретный пример того, как можно ребенка провести через сложную, трудную для него, абсолютно незнакомую ситуацию Так, чтобы он получил от нее Первое Понимание, жизненный урок Знания Уверенность в своих собственных силах Уверенность в маме И понимание мамыной роли в своей жизни Он понимает, что в жизни мама для него Это опора, поддержка Советчик Человек, который подскажет более правильный путь И он готов к этому правильному пути прислушиваться Вот она роль мамы для него Дальше, видите, он готов бежать по детской площадке сам Но вначале ему было так важно, чтобы первый раз это сделать рядышком со мной Уверенность Вот на этой уверенности можно строить самостоятельность Строить самостоятельность просто так невозможно А сейчас я снова ему нужна Он меня зовет Пойдемте узнаем, зачем Так, а куда ты хочешь? Вот туда Ты хочешь отсюда перелезть туда? Да А как ты думаешь, как это сделать лучше всего? Ты хочешь на ручках перелезть туда? Нет А на чем? На ручках Ручками? Я не упал Ну, смотри А ты думаешь, что тебе сил хватит, чтобы ручками вот так держаться И вот так ручками перебирать и сюда долезть? Хватит у тебя? Мама, мне сил Держать тебя? Да Ну давай, тебя за что держать, за ноги? За ноги Держу Тебя удержала? Да Вот Готов? Ну, давай, ты сюда хотел? Молодец, перебрался Молодец Куда идешь? Иди А я пока вам расскажу Смотрите, момент был очень важный Дети наши И мы, конечно, имеем право В своем собственном понимании делать все, что угодно Но момент, когда ребенок начал говорить На самом деле у него появляется право выбора И если он просит вас помощи То спросите, какая именно помощь ему нужна И что именно вы можете себе позволить сделать Почему я говорю так жестко И, наверное, маминам ушам не самые приятные слова Позволить что-то сделать со своим ребенком Но если есть задача воспитывать в нем самостоятельность То к этому так нужно относиться Для того, чтобы выполнять ту роль, которую он хочет Момент только что был очень показательным Тем, что он сказал четко Мама, я хочу, чтобы ты держала меня за ножки Я держала за ножки Он четко мне сказал Мама, я хочу, чтобы ты меня поддерживала Я буду двигаться туда И он сорвался И мама поддержала Нам кажется, что это просто момент на детской площадке Таких происходит тысячи постоянно, каждый день Какие-то мелкие ситуации Но именно в этих мелких ситуациях Формируется детское понимание мамы И детское понимание мамыной роли Четкие линии поведения Которые для ребенка являются ожидаемыми Он понимает, что мама не будет делать больше, чем он просит Мама будет делать только то, о чем попросит он Меня зовут Кто же зовет? Аврорка? Бегу А, аскольдик Ну, что делаем? Мама, будем играть в пуава Будем играть в кого? Пуава А, я поняла, это твоя любимая игра, я забыла Так что, уже все, уже пуава или нет? Пуава А, пуава, 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 пуава Все? Да? Нету авы Нету авы Так, я вам хоть правила скажу, пока мы играем Ты игру придумала скольд? Говорит, пуава нужно резко прятаться, куда-то запрыгивать И желательно повыше Вот и правила всей игры Ребенок придумал Пуава Значит, прыгаем Правила игры элементарные Абсолютно непонятные взрослым Но очень нравится ребенку И лучше всего играть в игры по их правилам Так что там, пуава есть? Вот смотрите, как по-разному себя ведут другие родители Вот Аскольд сейчас уже на той же самой детской площадке И тоже делает то, что мы с ним проходили А мама другая или бабушка, я не знаю Она не командует Она просто все делает за него Она утверждает его мнение, что он не может И все Важный момент, который я хотела сказать Который является ошибкой Никогда не надо говорить ребенку на детской площадке Не делай это Понимаете, что такое команда Не делай это Мозг, замри Это команда для мозга А не делай, это не команда Потому что не делай Это тысячу и один вариант, что делать Поэтому если вы хотите ребенка остановить от какого-то конкретного действия Например, не залазь на горку Лучше скажите ему Спустись с горки Если он делает что-то опасное для себя Скажите лучше ему Сделай вот это Тогда он получит команду И вы не будете бороться с тем, что ребенок вас не слышит Я уже прилично замерзла И хочу сказать самый финальный, но важный момент Вот мы провели с вами вот эти вот первые 15 минут Я рассказала и показала вам в реальной живой ситуации То, как мы с Аскольдом и с Авроркой себя вели Аскольд и Аврорка очень разные Вы увидели, что с одним ребенком можно было просто простоять 20 минут И прокатать ее на качельке А со вторым ребенком нужно было пролазить по площадке Они разные, и каждый требовал своего подхода Сейчас где-то сзади Вот там Аскольд бегает и играется с мальчиком Он чувствует себя уверенно Он чувствует себя комфортно Ему уже мама не нужна настолько, насколько была нужна Какое-то время назад 15-10 минут назад Он повел своего нового друга туда, где мы с ним научились лазить И показал, что он умеет Сейчас, видите, он занимает лидирующую позицию Мальчик бегает за ним, а он занял позицию человека, который хочет за собой вести Почему? Потому что он на этой территории хозяин Мама помогла ему освоиться здесь так, что он чувствует себя самостоятельно и уверенно Если бы не эти первые 10-15 минут, проведенных с ним, он бы вел себя совершенно по-другому Нам кажется, что это мелочи Но если вот эти мелочи выстраивать так, как я вам сегодня показала То воспитание детей становится очень приятным, очень комфортным И несложным Потому что оно не строится на напряге, на постоянном контроле На постоянном бегании за ребенком Или наоборот, постоянным отпихиванием Отстань, отстань, отстань Оно строится на отношениях равны равному Воспитывайте своих детей, конечно, так, как вам этого хочется Моя задача была сегодня просто показать вам пример того, как это делаю я Почему я делаю именно так и как я отслеживаю реакцию своего ребенка на свои действия Чтобы понимать интуитивно для себя, понимать, насколько я делаю правильно или нет Вам решать, как воспитывать своих детей Подписывайтесь на канал, ставьте комменты Если вам что-то понравилось или не понравилось Если вы с чем-то согласны или не согласны Мне будет очень интересно ваше мнение Пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать А я вас сегодня познакомила со своими детками Я буду снимать еще очень много видео о том, как я их воспитываю Как мы живем, с какими сложностями и трудностями мы сталкиваемся Много контента на тему психологии, на тему развития женщин Поэтому подписывайтесь на канал Вот мы с вами снимаем весь ролик Аврора все еще с этого места не сошла Все еще катается здесь Аврора, ты не замерзла? У тебя все хорошо? Я тебя люблю Спасибо